Предлагаем вашему вниманию интервью Никиты Василенко, которую он взял у создателя-новичка Владимира Углёва. Выступило сообщение от правительства ФРГ. По итогам были представлены однозначные доказательства наличия химического отравляющего вещества, нервно-политического действия группы «Новичок». Что могут быть за однозначные доказательства? Однозначные? Массоспектроскопия, инфрактрасная спектроскопия, ядерный магнитный резонанс, ну и кроме того, я не знаю, какие современные методы. Сверхвысокочувствительная хроматография. Я уже 30 лет не в системе, поэтому я не знаю, какие ещё методы. Скажите, пожалуйста, а можно ли допускать, что был применён какой-то ещё другой яд или вещество, которое могло... Нет, если нет, да, да, я, например, могу предположить, допустим, калфелин тот же. То есть от новичков не может быть поражения такого, что человек сразу попал в кому. От него могут быть вначале фибрилляция кожи, судороги, всё что угодно, а тут сразу человек впал в кому. Возможно, кома его и спасла, потому что все процессы замедлили, в том числе и действия яда. А вот что они применили, чтобы он впал в кому? А вещество это может быть, которое я даже и не предполагал. Это есть аналог 234-го, которым скайполей траванули. А есть твёрдый, 242-й А242. Он твёрдый. Его можно применять на кожной через раствор. Вот я поразился последний раз именно раствором 242-го. Он действует через кожу. То есть если бы кто-то находился рядом с Алексеем, то он никакого поражения не получил. Потому что он не обладает это вещество ингаляционной способностью. Он поражает либо на кожу, если он в растворе, а в чистом виде, он в твёрдом состоянии. Он поражает только через путём проникновения в организм непосредственно, допустим, внутримышечно. С помощью готовых поражающих элементов. Вот он для этого и был создан. Вообще, мне удивительно эта ажиотация по поводу новичка. Слушайте, а чем ещё травить? Цикутой, что ли? Или какими-нибудь ядами борджа? Полонием. Ну, полонии, к сожалению, очень трудно было бы даже по стране транспортировать, не оставив длинного-длинного шлейфа либо по автомобилям, либо по шоссе, либо по салонам самолётов. Поэтому пошли, в общем, таким вполне себе гигиеничным, понятным путём. Я благодарен за то интервью, которое ты дала послушать. Но там действительно, при том, что он чудесный разработчик и большая умница, но он оперирует данными 30-летней давности. А с тех пор возникло ещё, как минимум, 4 несекретных модификации этой гадости. И какая именно модификация была применена в этом случае, очень трудно сказать. Но вот вообще я хотел сказать про то, что эта неделя, эта неделя рыдания, эта неделя плача. И вот придётся всплакнуть и Кремлю, потому что понятно, что никакими Соловьёвыми не переорать всех средств массовой информации мира, которые однозначно подхватили версию и немецкого правительства, и немецкого генштаба, и всех лабораторий Бундесвера, которые тут только вообще существуют, о том, что да, действительно, это новичок. И Кремлю, я подозреваю, остаётся только начать оплакивать Навального громче всех. И вот, по крайней мере, здешних дураков это вполне может впечатлить. Хотя я, в общем, честно говоря, всё это было мной рассказано ещё два или три эха назад, если ты помнишь. Всё было сказано и было сказано, почему, и ничего в этом удивительного или чрезвычайного я не вижу. Ну а можно предположить хотя бы, как вам кажется, мы по старой схеме будем отвечать на упрёки Ангелы Меркель и так далее? То есть делать вид, что ничего не было вообще, мы ничего не знаем. Да, я думаю, что Кремль, конечно, уйдёт в глухую абсолютно оборону, в абсолютное отрицалово, в абсолютное недоумение. Но поскольку что-то надо ещё помимо недоумения, надо вот это вот блюдо недоумения солить и перчить, то я полагаю, что Кремль будет рыдать громче всех и объяснять, как ему теперь будет не хватать Навального. Они, вероятно, сейчас опубликуют те картинки уже нейрологические, которые ими были сделаны. Там вот, ну, по крайней мере, то, что мне показывали, то, что я видел, там жуткие картины, которые, в принципе, не обязательно, потому что центральная нервная система — это каждый раз фонтан, это каждый раз фейерверк абсолютных неожиданностей. Но если всё вот как бы по клинике, если всё по тому, как оно должно быть, то, конечно, надежды на полное восстановление всех функций очень мало. Это вот я могу сказать как бы с определённого рода уверенностью. Ну вот я говорю про то... Наградят кого-нибудь, как вы думаете? Кто-нибудь санит депутатом, орденоносцем? Ты знаешь, я думаю, что будет та ситуация, вот будет... Это уже не Литвиненко, это уже не Скрипали, это уже не просто забавы разведок между собой и сведения счётов, потому что и Скрипали, и Литвиненко — это всё-таки единая разведческая семья, а у них спорт, у них спорт тихо убивать друг друга и проводить такого рода операции, и это всё внутриклановое. А Навальный — человек к разведке, не имеющий отношения, и, в общем, с ним, наверное, так было, скорее всего, даже и не надо поступать. Но вот, как я всегда отвечаю, когда мне рассказывают про какую-то чудовищную глупость и немыслимое свинство, неаккуратное и нелогичное, я говорю, ну вот именно так и Грозный когда-то брали, потому что вот всё было сделано, собрано вот из таких вот нелепых и диких подробностей.